Сериал Ванда Вижн наконец-то вышел, и он не похож ни на что из того, что мы видели в киновселенной Марвел. За исключением, само собой, привычной сокровищницы отсылок к комиксам и другим фильмам Marvel. Вот пасхалки, которые вы, возможно, пропустили в первых двух эпизодах Ванда Вижн. Как только начали появляться первые превью кадры для сериала Ванда Вижн, стало ясно, что сериал черпает вдохновение и с любимой фанатами с каратичной серией комиксов. В начале 2016 года компания Marvel Comics представила первый выпуск Вижена, написанный Томом Кингом и Габриэлой Эрнандо с Вальтой. До этого Синтезоиду посвящалась пара мини-серий комиксов, но эта серия была уникальной. Этот комикс Вижн повествует о герое, пытающемся построить идиллическую и обычную жизнь в тихом пригороде. Однако вместо того, чтобы жениться на Алой Ведьме, Вижн строит семью Синтезоидов, состоящую из жены Вирджинии, сына Вина и дочери Вив. В отличие от героев сериала Ванда Вижн, Синтезоид и его семья не пытаются скрыть, кем они являются в комиксе Вижн, что приводит к большому количеству сложностей. Никаких спойлеров, но надеемся, что у Ванда Вижн будет счастливый конец. Стиль первого эпизода Ванда Вижн основан на ситкомах 50-х и начала 60-х годов, а нарочитая заставка включает забавную пасхалку, напоминающую одну из тех классических программ – Шоу Дика Ван Дайка. Однако здесь говорится не столько о том, что происходит, сколько о том, чего не происходит. Поклонники Шоу Дика Ван Дайка, вероятно, заметят сходство музыкальной темы с музыкой Ванда Вижн. Они также будут помнить, что в некоторых эпизодах Шоу Дика Ван Дайка вступление включает в себя главную звезду, которая спотыкалась о Пуффик в своей гостиной и падала. Иногда использовалась и альтернативная версия, где Дик обходил Пуффик. Во вступлении Ванда Вижн, Вижн совершает ту же ошибку, когда несет Ванду в их гостиную. Однако, в отличие от Ван Дайка, способности Вижна позволяют ему проходить сквозь ненадежно расставленную мебель и доставлять Ванду в гостиную без травм. – Рассказывать людей в больнице – это свидетельство в первых двух эпизодах Ванда Вижн много двойных образов, обычно в виде соответствующих наборов украшений, мебели и других предметов. А в некоторых случаях подходящая пара отсутствует. Например, когда Агнес представляется Ванде, она замечает, что Ванда не носит обручального кольца. Но Ванда исправляет ситуацию ближе к концу эпизода. Также есть два лобстера, которых Ванда случайно выбрасывает из окна своей кухни. Впоследствии Вижн не может их найти. Также есть две односпальные кровати и другие сдвоенные комплекты мебели и одинаковые тосты в рекламе тостера Супруг 2000. С тех пор, как вышел первый трейлер мини-сериала Ванда Вижн, ходили слухи, что он будет включать в себя сыновей близнецов Ванды Максимов, Билли и Томми из комиксов, оба из которых в конечном итоге оказываются воплощением силы Ванды. Похоже, что все эти двойные образы указывают на этих ещё отсутствующих сыновей. Внезапная беременность Ванды в конце второго эпизода, кажется, закрепила эту двойственность. Оба первых двух эпизодов Ванда Вижн содержат фальшивую рекламу. В первом эпизоде мы видим рекламу тостера Супруг 2000. Среди прочего, это даёт нам первое указание на то, что Ванда Вижн может находиться в том же мире, что и остальная часть киновселенной Марвел, поскольку мы выясняем, что это устройство создано Stark Industries. Тостер Супруг 2000 также является умной отсылкой к сыновьям-близнецам Ванды и Вижена из комиксов. В конце концов, Вижн – супруг Ванды, и как тостер он наполовину машина. И, как вы знаете, тостер создаёт два одинаковых куска поджаренного хлеба. Сыновья Ванды и Вижена тоже должны быть одинаковыми. А кто создаёт Тостер Супруг 2000? Stark Industries. Вы помните, да, что Тони Старк является одним из создателей Вижена в Мстителях Эра Альтрона? В сериале Ванда Вижн много намеков на ведьм и колдовство, что вполне уместно, учитывая, что альтер-эго Ванды – Алая Ведьма. Одна такая паскалка является частью формата сериала Ванда Вижн. В конце обоих эпизодов Ванда Вижн пара обрамлена шестиугольником в момент начала финальных титров. Это не то, что обычно можно увидеть в ситкомах любой эпохи. Одно из объяснений состоит в том, что это отсылка на силы Ванды. И пускай мы никогда не слышали, чтобы их описывали таким образом в фильмах или сериалах киновселенной Марвел. В комиксах дистанционные взрывные волны Ванды называются шестигранными сферами. Не говоря уже о том, что одно из слов словосочетания шестигранные сферы на языке оригинала обычно означает заклятие или проклятие, наложенное ведьмой. Когда Агнес берет на себя задачу помочь Ванде создать незабываемый романтический вечер в первом эпизоде, она пользуется советами из женского журнала Glamorous, то есть Glamour. Ровно до начала второго эпизода это название нам вообще ни о чем не говорит. Ванда и Вижен добровольно участвуют в шоу талантов в пользу школы Westview Elementary, и они устраивают волшебный номер. Вижен играет волшебника, а Ванда – его прекрасного помощника по имени Гламур. – Я Гламур, и он – иллюзия. Это ещё одна отсылка к колдовству. И пускай обычно, когда мы говорим о Гламуре, мы говорим о чьей-либо привлекательности или его образе жизни, у этого слова есть и другое значение. Гламур также может означать мистическое очарование, в частности, обычно это иллюзия. В качестве идеального примера киновселенной Марвел подумайте о Локи. Когда Локи маскируются под кого-то другого, это можно назвать гламуром. И учитывая, насколько сильно вы сомневаетесь в реальности того, что происходит в сериале Ванда Вижен, это слово имеет определенный вес. В последние моменты премьерного эпизода Ванда Вижен мы отходим от экрана, на котором показан ситком, и видим стол. Экран, на котором воспроизводится искусственный ситком, окружен гораздо более современными технологиями, и кто-то, лица которого мы не видим, сидит и смотрит это странное шоу. Что ещё более важно, на мониторе слева от экрана телевизора и в блокноте на столе мы видим символ, знакомый поклонникам комиксов Marvel. Символ с мечом, как следует из рисунка, принадлежит организации под названием МЕЧ, аббревиатура которой в комиксах расшифровывается как Департамент наблюдения за разумным миром и реагирования. Агентство впервые раскрывается в серии комиксов Джосса Уидона и Джона Кассадея, Удивительные Люди Икс, когда они представлены как космический аналог Щ.И.Т.а. В то время как Щ.И.Т. имеет дело с земными угрозами, меч справляется с космическими угрозами. Поклонники строят теории о мече из киновселенной Марвел уже годами, а символы в конце первого эпизода сообщают нам, что эта организация наконец-то появилась. Если вы знакомы с популярным ситкомом Моя жена меня приворожила, где Элизабет Монтгомери в главной роли играет ведьму, которая одновременно использует свои силы для решения семейных проблем и изо всех сил пытается сохранить свою ведьминскую личность в секрете, невозможно не вспомнить об этом сериале во время просмотра Ванда Вижн. Он приходит на ум в начале премьерного эпизода, когда Ванда убирает посуду, используя свои телекинетические способности. Но сходство ещё больше усиливается во вступительных титрах второго эпизода, когда вместо использования шоу Дика Ван Дайка для вдохновения, Ванда Вижн использует анимацию, напоминающую уникальный стиль из сериала Моя жена меня приворожила. Это особенно подходящий сериал для второго эпизода по нескольким причинам. Одной из наиболее очевидных является тот факт, что оба сериала посвящены колдовству. Другая же заключается в том, что точно так же, как и второй эпизод заканчивается тем, что мир Ванда Вижн меняется с черно-белого на цветной, Моя жена меня приворожила начал свою жизнь как черно-белый сериал в 1964 году и перешел в цветной формат в 1966 году. В начале второго эпизода мы впервые видим смешение цвета с черным и белым, и это так же поразительно как и многозначительно. Практикуя магический акт с Виженом, Ванда приводит в порядок гостиную, когда слышит жужжание и хлопок снаружи. В кустах своего переднего двора она находит игрушечный вертолет. В отличие от всего остального в черно-белом мире, вертолет оказывается цветным. Он красный и золотой, с примесью металлического серебра. Число 57 находится на его поверхности, а символ меча нарисован на лицевой стороне. Номер вертолета выбран не случайно – первое появление Вижена в комиксах происходит в Мстителях, номер 57, 1968 года. И снова, точно так же, как тостер Супруг 2000, вертолет напоминает нам о Тони Старке – по какой-то причине вертолет окрашен в классические цвета Железного человека. Как и в первом эпизоде сериала, во втором эпизоде мы увидели ещё одну фальшивую рекламу. На этот раз вместо тостера мы получаем часы производства компании Штрукер, а в рекламе полно пасхалок. Во-первых, самая очевидная отсылка. Барон фон Штрукер, чья короткая жизнь в киновселенной Марвел заканчивается в Мстителях Эра Альтрона, отвечает за эксперименты, которые наделяют Ванду и её покойного брата Пьетро – Силами. Он – часть Гидры, чей жуткий логотип виден на поверхности часов. Стрелки часов имеют сходство со скипетром Локи, из которого берут начало Силы Ванды и Пьетро. Во-вторых, нужно обратить внимание на время. Часы показывают 2.42, и если вы ищете пасхалки в других медиа Марвел, обратите внимание на эти цифры. Следовательно, комикс Мстители номер 242 1984 года является довольно важным для команды – и для Вижена, и для Алой Ведьмы в частности. Пара воссоединяется, когда тело Вижена наконец восстанавливается после травм, полученных во время предыдущего приключения. В начале второго эпизода Ванда и Вижен практикуют свой магический акт для шоу-талантов в гостиной, а позже мы видим, как всё идёт совершенно не по плану, когда проглатывание кусочка жевательной резинки настолько вредит Вижену, что он начинает действовать как пьяный. – Это шикар? Это шикар? Это шикар? – Это шикар? – Это шикар? В обеих сценах мы также видим то, что Вижен называет Шкафом Тайн, который оборудован секретной дверью и позволяет его обитателю исчезать. Шкаф украшает изображение Камня Разума, прикрепленного к голове Вижена. Это не просто пасхалка, а значимая отсылка. В конце концов, мы до сих пор не знаем, как и почему Вижен не умер, и почему Камень Разума находится у него. Его Камень Разума был уничтожен Таносом за кадром, а Камень из прошлого, судя по всему, был возвращен назад Капитаном Америка. Назначение Шкафа как устройства, заставляющего вещи исчезать и появляться снова, также может иметь некоторое скрытое значение. В конце концов, и Камень Разума, и Вижен должны были исчезнуть, но этого не произошло. По крайней мере, не полностью. Когда Ванда и Дотти противостоят друг другу в середине второго эпизода, по радио звучит хит 1965 года, Help Me, Ronda, группы Beach Boys. Может показаться, что песня выбрана лишь из-за эпохи, пока вы не подумаете о названии песни и о её тексте. Прежде всего, имя в названии Ронда очень похоже на имя Ванда. Ещё один момент – это название группы Beach Boys. На первый взгляд, эта песня о человеке, опустошённом тем, что его невеста изменяет ему и просит Ронду вытащить её из его сердца. Но если вы подумаете об этом в контексте общей истории Вижена и Ванды, это станет гораздо более мрачной историей, особенно с этими словами. «Она должна была стать моей женой, а я должен был стать её мужем. Но она позволила другому встать между нами, и это разрушило наши планы» Последнее, о чём Вижен и Ванда говорят перед нападением Чёрного Ордена в Мстителях Война Бесконечности – это планы сделать их отношения более постоянными. Затем другой парень, то есть Танос, разрушает не только их планы, но и буквально одного из них. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про ваши любимые фильмы и сериалы, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео!